Яблочки молодильные в эко-мешочке ручной работы. Всем привет, друзья! Я снова с вами. И сегодня хочется поднять тему использования атоморальных пластиков. В настоящее время все мы осознанно понимаем, ну или хотя бы на подсознательном уровне, мы понимаем, что так, как мы загрязняем планету сейчас, не загрязнял еще, наверное, никто в истории всего человечества. И волей-неволей, когда ты смотришь на то, что происходит в мире, что происходит в Мировом океане, как мы влияем на экологию планеты, ты начинаешь задумываться о своем будущем и будущем следующего поколения. Поэтому самое первое, что следует сделать, это сократить потребление одноразового пластика. Или пластика вообще. Пожалуй, для самого-самого начала нужно убрать из своей жизни одноразовые пластиковые пакеты. Изменить их на эко-сумки, сумки из хлопка, органические, для продуктов. И эко-мешочки, собственно, о которых попадет речь в этом видео. Как сшить эко-мешочек без швейной машинки? Нет ничего проще, чем сшить свой эко-мешочек. Плюс в том, что вы сами подбираете тот размер, который вам действительно неудобен. Цены на обычную хребетка копеечные, но я всегда стараюсь использовать то, что можно переделать. И в данном случае это старая тюрьма. Определившись с тканью, определяемся с размером. Нам нужен прямоугольник в два раза больше длины готового мешочка. И плюс 5-6 см на подгибку для шнурка. То есть, если я хочу получить 28 см на 25 см, то мне потребуется в длину 61 см и 27 см шириной. Мы сбиваем по запасу швов по 1-1,5 см. Все зависит от ткани. Прямоугольник нужно сложить пополам, лицевой стороной венту, если у вас ткань имеет лицевую и неизнанку. И заколоть по краям булажки. Есть такой шов, который используется вместо машинной строчки. Он называется назад иголку. Но я делаю более лайтовый вариант и он тоже прочный. Просто для моей ткани это больше подходит. Вводим углу в ткань с узелком или делаем его на месте, как я. Нить должна быть с лицевой стороны. Протыкаем ткань иглой на ту длину стежка, которая вам нужна. Но на заметку скажу я вам, чем тоньше ткань, тем длиннее стежок. И выводим углу, делая второй прокол на расстоянии длинею два раза только спереди. Вот что должно получиться. Повторяем стежки и сметываем ткань, не доходя 2,5-3 см до края. Итак, с двух сторон. Не забываем про отступ. Выворачиваем на лицевую сторону. Далее я люблю уплотнить шов и углы. Делая что-то типа отделочной строчки и закрепляя первый шов. Все то же самое, делая тот же самый отступ, только с лицевой стороной. Выворачиваем снова на изнанку. Время подгибать отступ для шнурка. В сторону изнанки загибаем на 2-2,5 см, оставляя отверстие в отступе 1 см. И заметываем таким же стежком. Выворачиваем, берем любой шнурок. Вставляем с помощью булавки в оставшиеся отверстия. И вуаля! Фруктовки готовы! Наслаждайте извешиванием ваших любимых фруктов и овощей. Плюс шитья вручную в том, что вам не нужно что-то там доставать. Даже если у вас есть эта швейная машинка, она у меня есть. Но мне нравится спокойно смотреть фильм или заниматься своими делами. Запекать батат, например. И в это время шить, сидеть этот эко-мешочек. Это реально прикольно. Занимает не очень много времени. И до тех пор, пока у вас там запечется батат, вы сошьете один мешочек. Я, наверное, лет 5 назад в последний раз покупала пакет на кассе в магазине. Потому что у меня всегда с собой есть сумка хлопковая, в которой я ношу продукты, вещи. И она мне столько лет послужила. И я даже не знаю, сколько еще она мне прослужит. Если говорить о плюсах использования своих эко-мешочков или сумок из органических, да, натуральных тканей, то при их изготовлении не используется нефть. Они биоразлагаемые и безопасные. Это эстетика, ребят. Они классно стираются и всегда выглядят чистенько, аккуратненько, как новые. Лично я их просто полюбила, обожаю и уже даже не представляю, когда я иду в магазин, как бы я упаковала все в пакет. Ну, я просто не вижу в этом смысла. Мне гораздо больше нравится использовать вот такой вариант. А также провоцирует тебя на диалог где-нибудь в магазинах на кассе или на рынке. Потому что всем интересно и многие интересуются, что же это такое вообще, что за движение и где это купить. Какие материалы можно использовать для изготовления своих мешочков? Материалов множество и у каждого материала есть как свои плюсы, так и минусы. Если брать, например, хлопок или лен, плюсы их в том, что они плотные, они эстетичные, классно смотрятся. И самое главное, натуральная ткань, то есть они биоразлагаемые. Из минусов то, что они садятся довольно-таки быстро и они не просвечивают. То есть на кассе может возникнуть такой разговор, что у вас там лежит, показывайте. Я не знаю, что это такое, что вы покупаете, какой там сорт томатов вы выбрали. Но это не проблема на самом деле, как бы развернуть, показать и пожелать хорошего настроения кассиру. Второй вид ткани, который можно использовать, это может быть и фуаль, или органза. Из плюсов назову то, что они прозрачные, ну более прозрачные, чем хлопок или лен. То, что они меньше весят, то есть это будет заметно на весах, когда вы взвешиваете товар. Также они не теряют форму, то есть у них нет такой усадки, как у натуральных тканей. А из минусов это, естественно, синтетика. Третье вид ткани, которое можете использовать, это сетка, то есть сетчатый материал. Ну вот, например, как сделала я, из чего эти мышки нет. Это старая тюль, которую нашла для меня мама. Из плюсов могу опять же отметить то, что они легкие, практически вообще прозрачные, то есть все прекрасно видно. А вот из минусов вы сюда не насыпите какие-то семена или крупу, потому что все просто-напросто высыпется. Например, для мелких там специй, круп или семян вы можете использовать, как я, икеевские такие вот пакетики многоразовые. Моим уже лет пять, наверное, или шесть. Таких даже цветов в продаже уже нет. Но я еще ни одного вообще не выбросила с тех пор, как купила. И они еще здорово подходят для заморозки. То есть вот я заморозку покупаю всегда в них. Заметку возьмите. Только вот совет, не клейте ценники на основную часть, потому что вы потом просто его не отдерете. Я всегда клею вот сюда, на этот зип молнию, сверху. Здесь все нормально, в принципе, отходит. Я надеюсь, это видео было вам полезным. И может быть вдохновить кого-то на то, чтобы не покупать, не делать бизнес из экологической катастрофы. Дать вторую жизнь своим вещам, наволочке, простыне, тюле, занавеске. В общем, всему тому, чем вы вообще не пользуетесь. Можно даже старой вот одежде дать вторую жизнь и сделать какой-нибудь мешочек. Всем хорошего дня и настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok